привет всем и подписчикам кто еще не подписался подписывайтесь будет много обзоров и так далее я уже надолго не пропадаю так что пока вы подписываетесь я расскажу вам про вот эту акустическую систему от компании ариалел это модель с 450 вот от нее такая вот коробочка давайте прямо с коробки зачитаю вам наверное все технические характеристики да чтобы долго не мучиться так с этой стороны не на нашем языке вот на нашем языке модель с 450 соответственно выходная мощность 46 ватт это 2 по 18 ватт это нижние динамики да и 2 по 5 ватт верхней высокочастотной динамики диаметр дианомиков дианомиков 50 миллиметров это у нас верхней динамики и 127 миллиметров это нижний то есть 12,7 сантиметра нижний низкочастотный динамик профили bluetooth l2 c и пи и 2 теперь тип подключения bluetooth usb аукс само собой напряжение 230 на 50 герц радиус действия bluetooth до 10 метров стандартно материал корпуса дерево мдф кстати очень классно вот это дерево мдф здесь закручено вот размер 162 на 280 на 180 и вес 5 и 6 килограмм довольно тяжелые кстати да тащить было домой нелегко скажем так то есть не то чтобы прям супер тяжело но нелегко кстати первый раз когда я хотел начать снимать этот обзор то у меня была идея просто сделать распаковку и если мне колонки допустим не понравились бы то я бы просто не выкладывал этот ролик но в итоге я решил что все таки сделаю полноценный обзор потому что есть о чем рассказать тут довольно забавно реал эл без приколов не умеет тут есть приколы свои они неплохие это все нормально просто ну как бы приколистым одним словом так вот что еще коробочки у нас идет гарантийный талон стандартный сюда забросим и инструкция на украинском эстонском польском языках да и английском вот здесь тоже технические характеристики написаны весь функционал то есть все расписано полностью что куда и как дальше давайте перейдем наверно к пульту как раз вот с пультом и все приколы начинается пульт красивый действительно он легкий он не скрипит не репит хорошо довольно собран по крайней мере в моей версии не знаю как у вас будет сейчас батарейки я поставил или нет батарейки не поставил одну секундочку так все батарейки поставил не знаю зачем но нам по идее это не понадобится насколько я понимаю пульт у нас идет радио но когда нажимаешь на кнопки засвечивается так вот в чем же приколы с пультом он пластиковый достаточно качественно сделан я уже сказал и такой рифленый что-то вроде бы гравировки под дерево наверное но классно сделано выглядит довольно модно довольно симпатично мне нравится на самом деле действительно добротный себе такой пульт так вот в чем приколы у нас есть несколько разделов которые друг от друга отличаются только внешним видом и прикол в том что эти все три раздела действуют одинаково абсолютно то есть единственное что чем отличается вот этот мы раздел понимаем что это скорее всего под радио да этот раздел наверно под флешку и этот раздел не знаю под что потому что у них функциональность абсолютно одинаковая предыдущий трек следующий трек вот предыдущий трек следующий трек и не знаю зачем это сделано вообще то есть вот эти вот разбивание на куски можно было сделать один небольшой кусочек или одно вот это кольцо оставить и все было бы хорошо здесь кнопка эквалайзера и здесь кнопка эквалайзера непонятно зачем опять же зачем их две вот и и так далее то есть вот весь пульт построен на том что многие функции абсолютно повторяются кроме того в этой акустической системы есть громкость вот здесь я надеюсь вам видно да видно вот вот здесь вот мы можем ее вращать уменьшать увеличивать и есть еще внутренняя громкость отдельно усилителя то есть которую можно регулировать только с помощью пульта то есть если мы здесь накрутили на максимум например то здесь мы все равно можем уменьшать увеличивать громкость зачем тогда вот это ну ладно с пульта мне бы не было бы удобнее например с пульта так как я бы допустим их поставил под в по две стороны от мониторов да и мне с пульта там удобно взял руку увеличил насколько там не надо или в конце концов один раз выставил на на максимум да и с помощью клавиатуры с помощью самой операционной системы уменьшаем увеличиваем громкость получается что при подключении к компьютеру или к телевизору например мы получаем три способа увеличения громкости на колонках причем если здесь вот эту громкость вот это я так подозреваю самая основная мы ее выкручиваем в ноль то увеличивая уменьшая здесь ничего не происходит то есть громкость вот это основная громкость а вот это какая-то дополнительная причем она вот здесь регулируется и вот здесь еще регулируется верхний ряд у нас на пульте отвечает за aux usb fm и bluetooth до переключения и выключение акустической системы вот вот эти кнопки нас отвечает наверное для того чтобы переключить наверное трек или на радио можно переключать наверное волны до каналы радио вот вот принципе и все странно зачем делать столько функций одинаковых повторяющихся не знаю скорее всего ну как в моем случае я могу выдумать для чего это ну например вы маленький ребенок и вам удобнее доставать вот здесь хорошо вы здесь достаете пришла мама у нее пальцы немножко длиннее значит она достает здесь пришел папа да у меня он пальцы длины мне тут удобно то есть для каждого члена семьи своя часть пульта как бы да кто больше затер тот больше всех балуется до называется вот тут меньше всех работы делает да можно так определять в итоге кто чем занимается в доме как-то так вот так с пультом закончили пока отложим его и переходим к акустической системе красивая действительно красивая большая и в данном случае учитывая что у нас здесь 46 ватт до 2 по 18 и 2 что-то там по 5 по моему да и и частотный диапазон от 40 до 22 тысяч герц но в домашних условиях это достаточно не думайте что это мало кто-то там любит от 16 и там до 35 тысяч герц а вы их слышите эти частоты нет ну тогда зачем вы за них платите так вот здесь у нас абсолютно стандартный частотный диапазон для домашнего использования мало того учитывая качество звука который выдает это акустическая система то можно как бы для себя использовать их они выглядят в принципе как студийные да но можно использовать для себя может быть кто-то пишет какие-то сэмплики и так далее вполне можно использовать потому что при воспроизведении акустика дает довольно правильные звуки вот это для меня было удивление потому что сначала мне не хватало низких частот почему не хватало я слушаю не громко музыку а здесь сделано так что чем тише вы слушаете так во многих кстати современных акустических системах не знаю почему так делают но на низких громкостях мы получается не до получаем низких частот да и я вот долго слушал думаю блин что-то не так средний класс вообще высокие вот эти вот все не и колокольчики и тарелки в металле да и так далее то есть вот это вот все отщелкивает отцепкивает все как надо голоса до средних частотах вот женские и мужские голоса и так далее и немножко с уклоном в бархат это все есть а где ударники так шоб бабахкала короче я уже был подрастроился в итоге что взял то вы нам долбану на всю катушку просто послушаю как они громко звучат но не подозревая о том что если я выкручу тут же появятся басы и тут же начнет фигачить как надо я выкрутил причем я слушал акустическую систему на своей звуковой карте сенхайзер которая стоит наверно в три или в четыре почти даже дороже чем эта акустическая система но почему я именно через нее слушал они через акустику которая встроена то есть звуковую карту которая встроена в мой системный блок в материнскую плату у меня там звуковая карта очень очень низкого качества то есть самый бедный самый слабый чип стоит который обрабатывает звук то есть цап довольно дохлячий и услышать как они звучат просто не получится поэтому все следующие акустические системы я буду слушать только на сенхайзеров sky звуковой карте там внутри японские компоненты то есть звука вушечка то что надо то есть фиг придал бежься скажем так так вот чтобы можно было придал баться к звуку акустической системы на то я подключил ее к вот этой на звуковой карте внешней избежной и каково было мое удивление когда вот эти вот все частоты начали проявляться и я так немножко офигел тоже акустика недорогая ее стоимость на сегодняшний день учитывая мощность в пределах 2700 гривен и за такую акустику ну это довольно приемлемо и довольно даже вкусно с точки зрения потребителя короче выкрутила громкость на всю катушку и вот тут они долбанули татышо она подошла послушала тоже говорит действительно и выглядят красиво и звучат хорошо очень приятно звучат то есть здесь нет завалов какие-то определенные частоты здесь именно ровненько звучит причем есть встроенный свой эквалайзер через встроенную систему да вот эту через встроенный усилитель но эквалайзер работает только когда вы подключаете флешку нам эквалайзер данном случае не нужен так как мы эквалайзеры уже все настроенные у меня в звуковой карте причем настроены правильно так как положено там сразу есть пресеты и я их просто подключаю и слушаю то есть это я вам сейчас пересказываю свой конкретно опыт использования так вот по поводу аква эквалайзера вот этой кнопки да и так далее тут а вот еще одна эквалайзеров здесь 6 включая без эквалайзера то есть когда эквалайзер выключен то есть получается без эквалайзера плюс 5 настроек преднастроек как определил просто банально клацал и слушал 1 1 звук 2 2 звук 3 3 звук тут есть и с усилением басов и с усилением всего сразу и с уменьшением чего-то а чего-то повышение то есть на любой вкус как вам нравится вы все сможете себе настроить если вы будете слушать конкретно через флешку но так как я работаю через компьютер подключая их через компьютер через конкретно звуковую карту то мне это не нужно но хорошо что она здесь есть принципе можно использовать колоночки как музыкальный центр если вы куда-то едите например на дачу и у вас там не на чем слушать вполне можно взять эту акустику спокойно с любимой музыкой с флешкой или к телефону по bluetooth подключаете слушайте то что вам нравится на достаточно хорошей акустике прикол в том что я бы посоветовал их ставить на столе вот так вот либо ниже но не как у меня на полке потому что чем выше мы их поднимаем тем меньше баса мы слышим так как вас начинает просто грубо говоря высоко рассеивается по комнате это физика поэтому у кого такая полка как у меня есть лучше что-то прикрутить или просто ставить я вам вчера даже ночью сидел с этими колонками уже поставил под по двум сторонам вот так вот и балдел звук действительно качественный и опять же напомню что я уже говорил о том что можно акустическую систему вполне вероятно использовать для домашнего написания каких-то сэмплов может быть музыки потому что действительно звук правильный с точки зрения именно слушателя пользователя да то есть я слышу все частоты и слышу их правильно естественно этому сопутствует и звуковая карта ну а как без этого да вот так как обычная компьютерная звуковая карта которая встроена в большинство материнских плат они просто не вытаскивают тот звук который должен быть они больше для того чтобы вы в принципе что-то слышали они для того чтобы вы наслаждались но есть и материнские платы действительно с крутым звуком поэтому советую всем кто хочет с компьютера слушать качественный звук просто покупать и внешне звуковой карты и не парьтесь тогда на нормальных как в данном случае допустим вот эта акустическая система на нормальных колонках у вас будет тоже довольно хороший качественный звук если они конечно будут вытаскивать эти вытаскивают здесь все в порядке все как надо поэтому в принципе мы бы их рекомендовать к покупке или на подарок кому-то мне же эту акустику надо будет вернуть ввиду у меня еще одни есть от этой же компании я сделаю обзор чуть позже вот эти я верну но они классные они действительно прикольны давайте я вам покажу их сзаду например да вот так вот выглядит это все сзаду здесь фазоинвертор и причем довольно сильно гудит и довольно сильно качает теплым воздухом то есть это хорошо что он охлаждает качает туда-сюда и вот этот шнурок его хватает ну довольно намного на метр и полтора можно растянуть вот у меня стол метр сорок и получается что хватило развернуть колонки не просто поставить ровно да а вот так вот даже на меня направить одну и вторую вот так вот с другой стороны и таким образом правильно слышать звук да полностью направленный в мои уши и при этом вот этот провод ну был даже не довольно скомканным то есть еще можно было дальше растянуть и это хорошо так сзади второй колонки сейчас покажу что творится вот вот так вот это выглядит здесь усилитель эта колонка тяжелая так как опять же оговорюсь еще раз оговорюсь еще раз здесь находится усилитель и отсюда идет управление всей акустикой в принципе юсб порт можно подключать наушники то есть проводные обычные и слушать как плеер опять же грубо говоря и мини музыкальный центр если у real l когда-то появится такая же акустика но с сабвуфером это будет вообще разрыв это будет бомба потому что если ставить допустим вот эти колоночки чуть повыше опять же как у меня да наверх на полку и внизу был бы еще сабвуфер такой довольно приличных размеров там ватт на 45 50 отдельно да тут 46 ватт получается двух колонок и плюс еще сабвуфер на 45 50 ватт будет бомба будет реально термоядерная бомба это уже будет конкурент таким всяким вот этим именитым брендом который не будет вообще ни в чем уступать по качеству звука совершенно вот а так для домашнего использования вот этой акустики как для телевизора так и для компьютера вполне хватает ну давайте послушаем как это все дело звучит я немножко разверну к себе чтобы звук попадал конкретно мне в микрофон послушаем попсу электронщину и метал то есть а ну и рыпачок да тоже послушаем чтобы все могли заценить кто-то любит одну музыку кто-то другую плюс метал будет еще и с элементами симфонического оркестра то есть эти все темы вы слышали у меня на канале так что в принципе ничего нового поэтому вам будет даже лучше заценить как это все дело звучит так давайте начнем с рэпа наверное да так 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 Надеюсь, вам хорошо это все слышно. Если добавлю громкости, будет забирать наверно. Слышите, да? Ударников появляется больше, больше баса. Слышите, да? Ударников появляется больше, больше баса. Слышите, да? Ударников появляется больше, больше баса. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы вам басы было больше, чтобы вы поняли, что фазоинвертор действительно работает Два, три, четыре, четыре Два, четыре Чё, по металличку врежем? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Метал круче всего звучит вообще Ну как по мне, может я просто люблю метал, поэтому... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для тех, кто любит долбежку... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И что-то вроде дабстепа, наверное, да? Такого, причем эпического дабстепа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень хорошо звучит сейчас. Не знаю, передается ли вам этот звук. Серьезно, не знаю. Я потом услышу уже на постмонтаже... Постобработке. Постмонтаже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На постпродакшн. Во! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, надеюсь, вам все понятно. Я пока разверну, как было. Вот. Этот момент с прослушиванием музыки я не буду обрабатывать. Это будет идти отдельной дорожкой. И вы услышите, как она звучит, как есть. По идее, я надеюсь, что моя звуковая система Sennheiser тоже, кстати, передаст звук, который я слышу, ну, хотя бы приблизительно, чтобы вы понимали, да, что есть басы, что есть частоты и так далее. На моей звуковой карте включен эквалайзер, который называется просто Music. С точки зрения, вы знаете, да, что мне нравится Sennheiser-овская настройка в плане звука, да, то есть они высокие, что-то чуть приподнимают, и низкие чуть приподнимают, и средние чуть-чуть уменьшают для того, чтобы слышать более кристально чистый звук, чем, например, если он будет со средними частотами. Так вот, вот эта акустическая система под этим эквалайзером звучит просто прелестно. И поэтому именно на этом эквалайзере мы и слушали. Но, в целом, надеюсь, вам все понятно и все хорошо. Кому понравился обзор, ставим лайки, подписываемся на канал, а также переходите по ссылкам в описании на вот эту акустическую систему, чтобы вы могли сами посмотреть на технические характеристики, а также посмотреть на цены на данную акустику. Вот, а на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока!